Я думаю, все прекрасно знают, что компания Яндекс любитель заплатить кому-либо 100 рублей, чтобы они куда угодно засунули браузер и их сервисы. Но сборщики систем не исключение. С 2022 года я являюсь сборщиком Windows. Я любитель повырезать мусор, ненавистные неудаляемые приложения и чутка поднастроить систему. После годовалого затишья, месяц назад я снова этим занялся. И попался под горячую руку Яндекса. Помните то время, когда для того, чтобы скачать Windows, вылазили по всяким торрент-сайтам и трекерам, которые еще страшно выглядят? Самый популярный такой Windows 64, который, я думаю, видели абсолютно все. Мои сборки оставались локальным сокровищем, но две недели назад я решил снова попытаться залить их на рутрекер. Иии у меня получилось. Я получил огромное количество позитивных комментариев и благодарности за сборку. Ну, а также фидбэк, что есть такие-то, такие-то проблемы, которые в дальнейшем, кстати, исправил. Но, суть не в этом. Как только я стал рутрекерским деятелем, я не учел одно. Моя macOS спустя два дня уже попала на около 20 сайтов. Сначала я обрадовался, типа, вау, я популярный. А потом увидел это. И я сразу начал паниковать. О нет, что же со мной будет, я же ненавижу Яндекс. Но все подумают, что я его себе в сборки встраиваю. Но меня сразу же успокоил тот факт, что я буквально месяц назад обосрал Яндекс. Это сразу же снимает все сомнения. На следующий день мне пришла гениальная идея. Когда вы устанавливаете Windows, после двух перезагрузок вы встречаете OOBE. Или же в простонародье первоначальную настройку. Там вы выбираете регион, раскладку, параметры приватности. И, конечно же, беситесь, потому что вас заставляют выйти в Microsoft аккаунт, а возможности отказаться нет. Так вот, я решил пойти дальше. И в моих сборках имеется собственное OOBE. В котором, конечно же, создается учетная запись, локальная между прочим. А затем выбираются разные на вкус и цвет твики. Например, сразу же показать скрытые файлы, включить старое контекстное меню, приостановить центр обновлений и все остальное, что вы видите на своих экранах. После того, как я выкатил пост о том, что мои сборки перезаливают и добавляют Яндекс, мне мой товарищ, тоже техноблогер, предложил сделать проверку на этот браузер. Если он обнаружается, чтобы браузер удалялся. Но я пошел дальше. В связи с тем, что в первой версии сборок были проблемки, я решил заново с нуля его переделать. И как раз таки завести проверку. Я долго думал, как это реализовать. И, наконец, представляю вашему вниманию macu.us.o.be. Если человек скачал мою сборку из стороннего сайта, который сотрудничает с Яндексом, он встретит приветственное сообщение, в котором будет видно мое отношение к Яндексу, а также, кем являются эти пересборщики. В случае появления этой плашки, а для этого я сделал два условия, Яндекс будет сноситься с какими-либо корнями, чтобы эта гадина при попытке открыться выдавала ошибку, что ярлык не найден. Условия, чтоб наверняка есть два. Первое, это AppDataLocal Яндекс, в котором, собственно, браузеры находятся. И второе, ProgramFiles x86, в котором обычно лежит только апдейтер. После того, как я выкатил вторую версию сборки на RootRacker, по каким-то мне непонятным причинам пересборщики и перезаливщики, которые в каждой дыре пихают Яндекс, мою сборку перезаливать почему-то не решились. Но нашлись все-таки смельчаки, которые пихали Яндекс в мои сборки. Четыре из двадцати сайтов залили мою сборку, и почему-то Яндекса здесь больше нет. Так что теперь я особенное и уважаемое исключение, с которым Яндексу, увы, не поладить. Если вам понравился ролик и моя кратенькая смешная история, буду благодарен, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. А если вам интересны мои сборочки, я могу записать обзор на них. Также хочу напомнить, что у меня есть Телеграм-канал, в котором я регулярно пишу новости о себе, о своем сайте, о винде и многом-многом другом. Ссылка будет в описании. Желаю всем удачи и до скорой встречи.